В поисках идеальной спортивной или танцевальной секции для своей дочери я, как обычно, пробую все на себе. На этот раз мне дали адрес, сказали одеться удобно и легко, и главное забыть о стереотипах. Что бы это значило, узнаем прямо сейчас. Пол-дэнс, танец на пилоне, еще его называют, на самом деле сочетает в себе и элементы танца, и элементы гимнастики, элементы акробатики, силовые упражнения, упражнения на гибкость, много координации. В принципе, это такой микс всего вместе. Сложился он исторически. Одна из цирковых дисциплин, это был пол-дэнс на китайском пилоне, такой толстый прорезиненный пилон. На нем в основном выступали акробаты-мужчины. До сих пор в китайском цирке это очень развитая дисциплина. Также есть элементы пол-дэнса в Индии. У них, значит, это называется мало-хамп. Это такой большой, толстый, деревянный пилон. На нем тоже занимаются исключительно мужчины. Очень считалось престижным хорошо на мало-хампе выступать в Индии. И, естественно, это показывало силу и возможности мужские. В нашем мире пол-дэнс зародился лет 50 назад в силу того, что многие спортсмены из художественной гимнастики, из спортивной гимнастики, у которых заканчивается карьера лет в 16, они все равно любят выступать, соревноваться, они переходят в пол-дэнс. Соответственно, возраст, занимающимся пол-дэнсом, снижается с каждым годом и уровень растет. Таким образом, уже последние 10 лет, где мы наблюдаем, что все больше и больше подростков, детей начинают заниматься, как те, кто вышли из профессионального спорта и перешли на пол-дэнс, так же и те, кто решают просто с нуля выбрать это как единственный спорт. Многих родителей отпугивает олицетворение пол-дэнса со стриптизом. Такая ассоциация ошибочна. С начала 21 века танец на пилоне стал развиваться как форма акробатики, не связанная с эксплуатацией сексуальности. Это своеобразный аналог гимнастики. И если гимнастику мы привыкли наблюдать в горизонтальной плоскости, то в пол-дэнс она просто переходит в вертикальную. Что же касается укороченных маек и шорт, у них тоже есть свой смысл. Элементы упражнений выполняются за счет трения между поверхностью пилона и кожей человека. Одежда скользила бы по пилону и не обеспечивала бы нужного сцепления. Если кто-то из родителей решает привести своего ребенка на пилон, он уже сам свои стереотипы поборол. В последние годы в Израиле пол-дэнс развивается, это очень здорово. Этой весной были последние соревнования по пол-дэнсу детские. Мальчик там у нас выступал от нашей школы, он занял первое место. Сейчас мы готовим еще одну девочку на осенние соревнования. И соревнования проходят раз в полгода все израильские. И, конечно же, есть за границей тоже постоянные соревнования. Начать заниматься пол-дэнсом можно уже с пяти лет. Группа для детей делится по возрасту. Каждое занятие начинается с общей разминки и длится два часа. Оно включает в себя два урока. Первый – разогрев и упражнения на пилоне. И второй – урок на полотнах. В первом часе ведется работа над выносливостью и выполнением силовых упражнений. Постепенно детки развивают возможности и силу, чтобы работать над более сложными элементами. После этого мы разучиваем некоторые элементы на пилоне для того, чтобы знать технически, как их выполнять. И потом отдельно сочетаем эти элементы в связке. То есть уроки никогда не бывают скучными. Все время мы делаем что-то новое. Все тело работает как единая система. Какие-то мышцы работают на силы, какие-то мышцы работают на гибкость. И мы постоянно-постоянно добавляем новые упражнения. Второй час занятия у нас проходит на воздушных полотнах, что немного напоминает полдэнс, но все-таки это другая дисциплина, которую мы тоже добавили. И работаем с детками также на воздушной гимнастике. На самом деле полдэнс – это самый красивый вид спорта, который сочетает в себе и танец, и женственность, и уверенность в себе, и силу. Все возможные положительные стороны, которые можно взять от спорта, а также от творческой деятельности, он в себе сочетает. Потому что здесь можно и выступать, и выражать себя. Есть театральные соревнования по полдэнсу, есть спортивные соревнования по полдэнсу. В этом, в принципе, нет границ. В любом возрасте, в любом состоянии, в любой физической подготовке каждый может заниматься. Занятия на пилоне – верный способ получить гормоны радости – эндорфины. Они вырабатываются во время выполнения как простых, так и сложных трюков. Так что ваши детки всегда будут в хорошем настроении и отличной физической форме. Редактор субтитров А.Семкин